Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня у нас 25 января. И потому что уже начинают поступать вопросы о выращивании сладкого перца, я начинаю повторять некоторые видео прошлогодние, позапрошлогодние. И больше всего буду размещать видео для тех, которые я снимала в помощь тем людям, которые хотят заняться выращиванием массовым рассады, то есть рассады на продажу. У меня таких видео очень много, потому что некоторые люди боятся взяться, думают, что перец, например, очень капризный, очень такой неустойчивый, невыносливый. Я тоже раньше так думала, но начав выращивать массовую рассаду в огромных количествах, по несколько тысяч корней. Я уже ясна, что с каждым не холила, не лелеяла каждый корешок, и потом выработала уже свои способы. Но и в процессе всего этого выращивания я поняла, что перец еще более неприхотлив, чем томаты. Он такой же выносливый, он такой же... И вот хочу показать вот это видео, оно в какой-то степени шоковое видео, потому что обычно в простой жизни мы обращаемся с растениями более нежно, своим их холем, лелеем. Но когда их много и когда нужно... Ну когда уже это в какой-то степени выращивание массовое уже воспринимается как работа, то вот такое вот быстрое, ускоренное, например, прореживание, там быстрая пикировка, она, конечно, уже проходит в другом режиме, но только на основании этих вот процедур можно понять, насколько устойчиво растение. Я сейчас покажу вам ту рассаду, которая была посеяна, загущена, вот в предыдущем видео вы видели, которую я вырастила, не пикировала на ранних сроках, она разрослась, и которую я рассортировываю вот таким способом, именно не убирая маленькие из лотка, оставляя, а большие выдергиваю. И как раз на этом видео я хочу показать, вот видите, те, кто до сих пор не верит, что перец способен давать воздушные корни на своих вот этих вот на стволиках, вы на этом видео увидите, что у всех перцев воздушные корни, почти у всех, ну вот они все, они лохматые, бородатые. И так что этот миф, он должен быть развеян, что перец нельзя заглублять при пикировке, что он не образует воздушные корни. Посмотрите это видео, но это видео, я говорю, что предназначено для тех, пригодится, для тех, кто хочет выращивать рассаду в огромных количествах. Так как я сейчас этим уже не занимаюсь, я буду показывать видео прошлых лет. Они не потеряли своей актуальности, все на них можно увидеть, и можно много информации полезной для себя вынести. Смотрите. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сейчас я вот сижу, прореживаю свои перцы и рассаживаю их по стаканчикам. И я вспомнила, что я обещала показывать все свои секреты, все свои методы пересадок, посадок. Я сейчас покажу вам, как я прореживаю загущенные посадки перца. Но сразу скажу, кто особо чувствительный, лучше не смотрите. Когда я показывала, как я режу томаты на две части, что только в комментариях не написали, что это издевательство над растениями, хотя существует такой метод специальный выращивания томатов, вот с такой жесткой пикировкой. А если уж сейчас посмотрят нежные огородники, которые выращивают там 20-40 кустиков перца, которые холят и лелеют его, посмотрят, как я с ним обхожусь, вообще меня к растреру приговорят. Лучше сразу не смотрите, кто не может вот такие действия какие-то, как им кажется, издевательские над растениями. Вот у меня перец. Сейчас я показывала, что я сею загущенно, часть я высадила в теплицу какую-то, какую-то часть уже рассадила по стаканчикам, но рассадила еще не все. И вот смотрите, тут 200 или может быть даже 300 их, я не знаю. Это карликовые сорта маленькие, они компактные, их можно садить, они позволяют себя загущенно выращивать, но все равно мне нужно их проредить. Для того, чтобы не выковыривать все вот эти 200-300, чтобы не повреждать у всех корневую систему, я делаю просто прореживание. Мне нужно, чтобы осталось вот столько их, потому что в таком виде, конечно, они угнетают друг друга, им не хватает питания, как только их проредишь, через неделю буквально они преображаются и становятся вот такими. Сейчас я покажу, как прореживаю. Это очень просто и быстро, так как у меня объем большой, конечно, я каждую не подковыриваю. Проливается лоток, потом, вы все знаете, что семена неоднородные, растения получаются неоднородные, какие-то сильнее, они забивают остальных маленьких. Вот именно их нужно убрать. Их я распикирую по стаканчикам, а малыши, которые у них в ногах растут, они останутся. Выбираю сильное растение рывком. Вот если, например, вырвалось несколько, пусть будет и несколько, назад я уже не сажу, но обычно один-два. Корневая система при этом не повреждается, потому что грунт очень намочен. И буквально в течение пяти минут я прорежу весь этот лоток. Видите, корни даже не обрываются. Я сразу же сейчас сажу в стакан, заглубляю вот до сюда, вот так вот. И все. Перец он даже не успевает почувствовать, что у него была пересадка. Сейчас я сначала надергаю, потом покажу вам, какие они, корни у них хорошие. Вот видите, какие корешки. Это такая же безболезненная процедура, как и если бы вы весь грунт этот перетрясли бы, всех перетрясли бы. Но при таком способе пересадки я хотя бы не трогаю тех малышей, которые там останутся. Вот все. Я надергала, выдергала самые крупные, самые сильные, которые мешали. Но это, конечно, не все, я еще буду продергивать. Посажу их в стаканчики, а те, которые останутся, они вздохнут спокойно, им будет свободно. Сверху досыплю грунта свежего с перегноем. Через неделю будут вот такие. Все. Это экстренное такая, как бы сказать, ускоренное прореживание загущенных посевов перца. Переживают они ее прекрасно. Сильные, которые в стакане рассаживаю, вот они сидят вчера, которые продергивала. Сейчас я их хорошенько полью. Все, они будут через неделю готовы, уже бутончики лезут. Ну а малыши, конечно, будет тепло, выставлю на солнце, они еще догонят остальных. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...